Ну а сейчас на прямой связи с нашей студией по телефону Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». Сергей Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Как охарактеризуются прошедшие переговоры в Минске? Ну, видно, что переговоры были очень тяжелыми. В 16 часов переговоров сама цифра говорит за себя. Ну и то, что окончательный документ подписали представители так называемой группы контактной, а не руководители, тоже очень красноречиво. Похоже, очень кто-то упирался для того, чтобы была приключена война, и кто-то очень этого не хочет. С моей точки зрения, это кто-то, это Украина, это господин Порошенко. И здесь обращает на себя внимание реплика нашего президента по поводу так называемого дебальцевского котла. Потому что, похоже, официальный Киев боится признаться, что 6 тысяч военнослужащих находятся под угрозой и жизни под угрозой. Они считают, что никакого окружения нету, но это их уже проблема, потому что реалии таковы, что эти люди находятся в окружении. И здесь, я думаю, что представители ДНР и ЛНР имеют более объективную информацию. Но возвращаясь к тому, что удалось достичь, с моей точки зрения, первые три пункта комплексов мер по выполнению Минских соглашений, я надеюсь, будут выполнены, потому что речь идет и о прекращении огня с 15 февраля, и о начале отвода тяжелых вооружений. И вот, естественно, мониторинг всего этого. Я думаю, что с естественными нарушениями со стороны Украины заранее я это знаю и не сомневаюсь, что это будет, но процесс пойдет. А все, что начинается с чертого пункта, ну, это как у нас на Руси говорят, обычно это, значит, на воде вилами писано. Потому что там уже очень многие факторы будут зависеть от политической воли украинского руководства, которое, как мы знаем, неоднородно. И на господина Порошенко сейчас будут спущены очень много собак, его соратниками в кавычках, в лице там господина Иценюка Турчинова и же с ними. Поэтому я думаю, что говорить о каком-то политическом регулировании, проведении выборов местных органов власти по украинским законам, это еще очень дальние перспективы, если такие перспективы вообще появятся. Главное, я надеюсь, что сейчас прекратится реальное убийство людей. И если, наконец-то, будет сделан отмот тяжелых вооружений, прекратятся обстрелы Донецка и Луганска, вот это будет самым главным результатом, самой главной победой. Согласно достигнутым договоренностям, необходимо проводить изменения в Конституции. Вам уже понятно, каковы они должны быть? Ну, я думаю, что все-таки решать должны депутаты Верховной Рады. У меня вызывают очень большие сомнения, что такие изменения в Конституции будут снесены. Но точно так же у меня большое сомнение, что те, кто сегодня считает себя гражданами Новороссии, гражданами Донецкой народной республики, Луганской народной республики, те, кто потеряли своих родных и близких, те, кто видит каждодневный вот этот ужас геноцида по отношению к себе, навряд ли они захотят по украинским законам, чтобы это не было делать у себя на территории. Это мой прогноз, но о реале мы увидим в ближайшее время. Сергей Михайлович, в 17.00 по московскому времени, как мы ожидаем, стартует саммит ЕС, где в том числе, по неофициальной пока информации, потому что в официальной повестке нет этого вопроса, будет решаться как раз вопрос по санкциям России. Вот какие прогнозы и вообще какую реакцию европейскую вы ожидаете? Ну, я в любом случае, в данном случае, скорее, пессимист, чем оптимист. Я считаю, что санкции отменены не будут. С точки зрения нового пакета санкций, возможно, они их отложат. Подумать, что... Сейчас нужно посмотреть, как якобы Россия будет выполнять эти соглашения, хотя главная сторона выполнения соглашений, конечно же, Украина в лице киевских наивших властей. Поэтому я думаю, что в лучшем случае отложат очередной пакет санкций на какое-то неопределенное время. Ну, а в лучшем могут даже, если тоже сумняшися, как бы для профилактики, все равно, с их точки зрения, еще раз Россию наказать. Россию наказывать бессмысленно, на Россию давить бесполезно, как я говорю, отдача будет больной и очень болезненной. Поэтому никаких особых надежд на то, что Евросоюз примет что-то положительное, у меня нет. И коротко, если можно, как вы думаете, прекратятся ли сейчас обстрелы ополченцев после вот этих переговоров? Ну, похоже, что если они прекратились во время переговоров, то вряд ли они прямо прекратятся сейчас, до 15 веролей. Я думаю, к сожалению, сейчас будут все, что у них еще только не выстрелено, будут, будет направлено, как говорится, в последним приветом. Но в ответ, на самом деле, коль скоро господин Порошенко считает, что у него там никто не окружен, никакой угрозы нет, я бы на месте ополченства продемонстрировал бы некие другие варианты с этим Зибарским кольцом, чтобы желание продолжать обстрелы Донецка и Луганска навсегда у них прекратилось. В данном случае я говорю о Киеве. Спасибо, Сергей Михайлович. На прямой связи с нашей студией по телефону был лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.